Древний городец Древний городец отстоит от Сарова на 235 километров. Но если мы перенесемся туда, не только на это географическое, но и на временное расстояние, на 756 лет назад, то увидим следующую картину. Схимник Алексий перевел взгляд больных, но все таких же голубых глаз с метущегося огонька лампады в окно келья. И 43-летний схимник почувствовал, как к нему вместе с холодом зимы вплотную приблизился холод смерти. Из темного угла снова донесся тихий вой слуг и пристных, а он, не отрывая взгляда от снега за окном, твердо молвил. Удалитесь и не сокрушайте души моей жалостью. Потом тяжело вздохнул, прикрыл глаза и неспешно потекла вспять другая река – река воспоминаний. Вот он, трехлетний мальчик. Крепкие руки дядьки наставника, боярина Федора Даниловича, сажает его на коня. А вот он постарше и свершается над ним постриг. Рыцарский обряд перехода княжича из детства – вотрчество. Схимник невольно улыбнулся, вспоминая праздник с игрищами до турнирами, как в храме опоясывали его мечом. Так все годы и прошли с мечом в руках. С пострига начал жизнь, им и закончил. И ныне настаёт мой судный день – пробормотал в полузабытье Алексей. Только тогда, сорок лет назад, звали его Александром. Александр по-гречески – защитник. И, вероятно, всё же существует она, тайна связи имени и предназначения, судьбы для наречённого им. Кто там, наверху, толкнул под руку, какие звёзды сошлись, какой ангел шепнул. Случай, говорят, случай – язык Бога. Божьим промыслом, наверное, стоит считать для Руси и то, что после её разгрома татарами на реке Сити, великим князем стал отец Александра – Ярослав. Стал после того, как все ближайшие сородичи погибли героической смертью. Так вот, когда он был мальчишкой, отец его правил в Переиславле. И тогда богатый и великий Новгород предложил ему княжеский стол. Но Новгород был вольным городом. Сам предписывал себе законы, сам избирал князей и сам удалял их. И в 1229 году Ярослав покинул непокорный город. Вернулся в свой Переиславль, оставив в Новгороде двух сынов – Фёдора и Александра – на попечении бояр. Братья были очень дружны, но через 4 года Фёдор скоропостижно скончался. А Александр остался один на один с печалью по брату, с народным голодом и с братоубийственной резнёй. А было ему тогда всего 13 лет. И стояла за ним только его дружина. И больше никого. Откуда же у отрока нашлось столько мудрости, терпения и твёрдости, чтобы не только уцелеть, но ещё и приобрести доверие и даже любовь новгородцев? Наш князь без греха. Говорили они. Это было непостижимо. А ещё говорят, что был он очень красив, мужественной красотой и какой-то особой величественной осанкой. А в речах проникновенен и убедителен. К сожалению, портретного облика Александра не сохранилось. Даже на ордене, учреждённом Сталином во время Великой Отечественной войны, выбит профиль Николая Черкасова, сыгравшего роль князя в культовом советском фильме. Зато его словесных описаний предостаточно. И не только русских летописцев. Ярый враг Руси, магистр Ливонского ордена Андрей, вынужден был признать. Я прошёл многие страны, видел многих людей, но ни среди князей, ни среди царей я не встречал ни одного, который мог бы сравниться с князем Александром. Между тем, за мутным оконцем сгустились предзимние сумерки, городок засыпало снегом, и он засыпал. Монах снова прикрыл глаза, чтобы лучше видеть иные дали. Ему было всего три года, когда после страшного поражения от татар на реке Калки стала печальной русская земля. Но на Северной Руси этому не придали особого значения. Болоты не допустили врагов дойти до Новгорода. Однако пришло и его время. В 1240 году шведский полководец Биргер вторгся в новгородскую землю. Вот именно тогда-то молодой князь, наскоро пополнил свою дружину, сказал с подвижником крылатые слова, которые и до ныне, помнят потомки, не в силе Бог, а в правде. И тут, перед битвой на Неве, и явилось чудо в череде других. Начальник стража услышал шум плывущей лодки. Мгла окружала гребцов. Видны были только двое стоявших витязей в латах. Ободренный докладом стражника о чудесном явлении первых русских святых, Бориса и Глеба, Александр в тот же день напал на шведов. Он сам был во главе сражавшихся и ранил Биргера копьем в лицо. А наших полегло лишь двадцать человек. И самому Александру тогда было всего двадцать лет. С тех пор и стали прозывать его Невским. А через два года он наголову разобьет немцев на Чудском озере. В двадцать шесть лет потеряет отца, отравленного татарами после возвращения из Орды. Потом появится очередной неприятель – литовцы. И вновь Александр разгромит их. Измученный татарами, Русь с надеждой взирала на молодого князя. Даже сам хан Батый, которого ослушаться было невозможно, выразил желание видеть его. А в Орде перед представлением хану русских заставляли исполнять языческие обычаи. Проходить через огонь, кланяться теням умерших ханов. Отказ повиноваться стоил жизни. Но Александр сразу заявил «Я христианин и поклоняюсь отцу и сыну и святому духу». К всеобщему изумлению Батый не стал его принуждать, а велел скорее привести его к нему. Он долго любовался его мужественным и прекрасным лицом и, наконец, признался «Правду мне говорили о нем. Нет князя ему равного». Но особенно тяжко ему было вспоминать время, когда вольнолюбивый Новгород возмутился по головной переписи населения, введенной татарами для сбора подушного налога. Великий князь поспешил туда, чтобы спасти город от страшной мести. Поступил он тогда круто. Наказал ослушников самым бесчеловечным образом. Иным отрезал носы, другим выколол глаза. Вот так малой кровью предотвратил большую. Но душу-то этим не обманешь, печали не облегчишь. Велика цена и горька чаша. Всю оставшуюся жизнь душа его болела и плакала. И он слезно каялся перед иконами, один на один с Господом. Да, словно между молотом и наковальней, был он тогда между собственным народом и Ордой. Папа Римский прислал к Невскому миссионеров. А то дал им отворот-поворот. В вашем учении не нуждаемся и не примем его. Тогда, в 1256 году, против Руси поднялся целый крестовый поход из шведов, немцев, датчан и финнов. И вновь Александр разгромил их. Как хитроумный Одиссей, он в одно и то же время умудрялся и западные границы хранить в неприкосновенности, и с Ордой тонкие переговоры вести. Не зря ныне называют Александра первым дипломатом Руси. А вот ныне и думается мне, наверное, такие же крупинки снега, как сейчас, летели 756 лет назад, тогда, когда в келье Федоровского монастыря уходил из жизни Александр Невский. Того монастыря, в котором Александр принял монашество с именем Алексий, нет на свете. Был сожжен татарами. Не стало и монастыря, выросшего на его месте. Разрушили большевики, но краеведы считают, что как раз между храмом и зданием больницы, где сейчас березово-лейка, находилась та самая келья, в которой окончил в свои земные дни святой князь. Тело князя везли во Владимир ровно 9 дней. Митрополит и духовенство встретили усопшего в Боголюбове, а отпевание проходило во Владимирском соборе 6 декабря. И тут случилось необъяснимое явление, в которое атеисты тоже вряд ли поверят. Очевидцы говорили, что когда хотели в руки покойнику вложить разрешительную молитву, то князь сам простер ее, взял молитву и снова скрестил руки на груди. Присутствовавших охватил благоговейный ужас. Да, Невский был первым в череде великих русских Александров. Потом будут и хитроумный Меньшиков, и непобедимый Суворов, и гениальный Пушкин, и череда царственных Александров. Каждый по-своему прославлял родную землю. Как в годы Великой Отечественной войны тот же Александр Матросов, тот же Александр Покрышкин и таковые будут рождаться и впредь. Но самым первым великим Александром в нашей истории останется он, Александр Невский.